Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой. Ну что ж, друзья, как говорила госпожа Калугина, я решила все-таки сегодня перейти к своим непосредственным обязанностям, а именно рассказывать вам не о кино, хотя Нью-Йорк является огромной кинематографической площадкой, потому что я знаю, что сегодня мои коллеги уже рассказывали об Оскаре, об Оппенгеймере, который прообраз, кстати, главного героя родился здесь, у нас в Манхэттене или на Манхэттене, как говорят. И думаю, его судьбе мы как-нибудь тоже уделим внимание, но сегодня, я знаю, многие передачи были посвящены Оскару, и мы обязательно в следующих программах тоже поговорим с вами о кино. И не только о кино, которое заслужило Оскара или не заслужило, потому что все, как известно, субъективно. Замечательно, что открыли вот с этого, так называемого мемориал, вспомнили Навального, фильм про Мариуполь. Были какие-то замечательные моменты, были, которые мне не очень понравились, понравились, но сегодня мне все-таки хотелось бы с вами от кино пройтись по нашим улочкам. По нашим улочкам большим и небольшим переулков практически нет. У нас с 1811 года эдакая шахматная застройка. Земля и 200 лет назад была очень дорогая, поэтому на переулки особо не рассчитывали. И все-таки переулочки здесь есть, поэтому мы с вами пройдемся и по проспектам, и даже найдем переулки. Сегодня будем говорить о достопримечательностях и о сладком. Особенно если вы сластеный, я думаю, что вам будет это очень даже интересно. Здесь частенько употребляют идиому. Что означает? Ты сластеный, ты сладкоежка? Ну, вот у меня младшая дочь просто все отдаст, например, за печенье Орио. И знаете, если так подумать, печенье Орио, ну, это как у нас, вот такие есть группы. А что вы вспоминаете из своего детства ностальгически? Обязательно там люди фотографию сгущенки или овсяного печенья. Да, овсяное печенье еще родилось так давно, когда овсяное печенье было страшным дефицитом. И, конечно, так с чаем его очень даже было приятно попробовать. Но не знаю, может ли овсяное печенье стать символом нашего детства. А вот то, что это одно, один из сладких символов, да, того же самого Нью-Йорка, хотя печенье уже давно делают в Пенсильвании, это абсолютно точная информация. И, возможно, сегодня, если вы пойдете в большой русский магазин или американский магазин, то вы обязательно, ну, не знаю, мои дети все время просят купить печенье Орио. Есть еще мороженое Орио и торт и так далее и тому подобное. И вообще, между прочим, Орио, вот эта фабрика, которая его изготавляет, на полвека старше всем нам известного Макдональда, Макдональдса. А все начиналось так. В 1890 году несколько крупных нью-йоркских пекарень объединились в одну компанию и открыли фабрику по изготовлению выпечки в Челси. Ну, а восемь лет спустя к ним примкнули еще и конкуренты из Чикаго, и они вместе создают корпорацию под названием National Biscuit Company или сокращенно на Биско. Дела в компании шли очень хорошо. В апреле 1912 года она объявляет о презентации трех основных видов печенья высшего сорта. Вместе они должны были сформировать трио и стать основной линейкой продукции этой фабрики. Но то, что должно быть стать успешным в теории, на практике провалилось. И в итоге два из трех видов выпечки пришлось снять с производства. А вот третьему повезло больше, ведь ему быстро удалось завоевать популярность среди жителей всей страны. И как вы уже догадались, наверное, имя ему было Орио. И сейчас мы с вами отправляемся в Челси Маркет, тут же начинается Мид Пакин Дистрикт. И если кто-то к вам приехал, обязательно придите сюда, потому что, ну, во-первых, здесь Google, который тут всю землю вокруг выкупил, по-моему, за 2,5 миллиарда долларов. А во-вторых, здесь есть что посмотреть и что попробовать. Но давайте вернемся к нашему знаменитому печенью. В начале 20 века Орио Бисквитс продавались в желтых банках со стеклянными крышками, примерно за 30 центов, это 453 грамма. Печенье стало настолько известным, что в его честь даже праздник придумали. И его мы отмечали, кстати, с вами, ну, буквально несколько дней назад. Национальный день Орио в США отмечают 6 марта. Да как же пекари на Биско создавали этот десерт? Наверное, не спали долгими ночами, тестировали сотни видов теста и начинки. И методом проб и ошибок пришли к идеальному варианту? Конечно же, нет. Долго думать и гадать им не пришлось, так как все уже было придумано до них. Оставалось только продолжить идею и продвинуть ее лучше, чем сделали конкуренты. До того, как на полках в магазинах появилась всем известная наша Орио, белая серединка и два кружочка черно-коричневых, в США уже существовало печенье-сэндвич от Sunshine Biscuit. Эта компания была основана бывшими членами того нью-йоркского конгломерата, о котором я уже вам говорила. Но им не нравился корпоративный подход к ведению дела. Они вышли из состава компании и решили создать пекарню поменьше, поуютнее. И вот в 1908 году, за четыре года до того, как появилась Орио, Sunshine Biscuits дебютировали со своим печеньем высшего сорта Hydrox. Над названием нужно было, наверное, все-таки поработать подольше. Конечно, в Набиско отрицали то, что идея создания Орио была не совсем оригинальной. Ну, кто сейчас будет разбираться? Победителей не судят. Даже несмотря на свою возможную неоригинальность, Орио повезло больше, чем Hydrox. Возможно, тут сработала поговорка, как корабль назовешь, так он и поплывет. Умелая реклама, красивое запоминающееся название и эффективное продвижение на рынке, а также разница уровней влиятельности корпораций и небольшой компании сыграли свое дело. Ну, а сегодня печенье Орио известно не только в Америке, его делают во всем мире, насчитывается десятки разных видов и вкусов, ну и, конечно, прочно оно закрепилось в нашей американской культуре. Надеюсь, вы, если вы сладкоежка, точно любите это печенье, ну а дети просто без него, по-моему, даже жить не могут. Так что Chelsea Market, если придете туда, а может быть даже печенье, как ни странно, Орио вы не найдете, потому что нынче Орио делают в Пенсильвании, как я уже сказала. Но Chelsea Market – это удивительная вообще стилизация. Здесь и цветочные магазины, и винные, и пиццы, и тайская еда, и магазины сувениров. Но все это сделано в фабрике, да-да-да, фабрику, вот все, так сказать, сеттинг, как нынче модно говорить, все оставили, трубы и полы, и все это смотрится оригинально. Плюс на любые праздники очень красиво украшаются, вот пройтись, пройти сквозь эту амфиладу каких-то звезд, красивых цветов, всегда на Новый год, такой фонтан необыкновенный в середине Chelsea Market. Chelsea Market стоит увидеть, тем более рядом, я уже сказала, и Google. Здесь и один из самых старых прекрасных стейк-хаусов. Ну, а во время короны художники радовали нас тем, что выкладывали цветы, чтобы цветы, цветочные огромные инсталляции, все вот на этом перекрестке, чтобы жителям города, ну, хоть немного было повеселее во времена эпидемии. Ну, мы с вами теперь отправляемся прямо рядом с Chelsea Market и с Google. Мы с вами отправляемся в Ростер, Резерв Ростере. Это такое удивительное трехэтажное здание Starbucks. Такие же есть в Чикаго, в Милане, в Шанхае, в Токио, в Сиэтле. Но я думаю, что нам с вами все-таки милее именно наша вот такая кофейня. И я уверена, что вам очень понравится. Она трехуровневая. Это такой тематический кофейный парк площадью 23 тысячи квадратных футов. И, конечно же, здесь предлагают и кофе с добавлением вяленой говядины, например. И, конечно, кофейный эспрессо стоит тоже попробовать. Уверена, вам понравится. Немножко цены кусаются, но все очень необычно. Плюс здесь в середине прямо магазин ограниченной коллекции. То, что по-английски звучит limited edition. И всегда можно купить совершенно замечательные здесь сувениры, кофты, кофеварки. Вот эти Starbucks-кружки, которые в обычном Starbucks вы не купите. Несколько дорого стоят те же бутерброды с прошуткой, кусочек пиццы или бриошь, круассан. Но все это стоит того. А если вы хотите унести кофе с собой, тоже в очень необычных таких баночках вам это кофе подадут. Единственное, что мне, наверное, не очень нравится, это то, что не очень расторопные там работают все-таки люди. Потому что такое туристическое место, такой наплыв, ну, как-то немножко отмороженные, скажем так. Возможно, что-то изменится. Но если вы такой же кофеман, как и я, то сюда просто обязательно нужно прийти. Ведь когда-то Starbucks была основополагающей силой кофейной культуры США. Побудив миллионы потребителей отказаться от более дешевого растворимого кофе в пользу более дорогого фирменного продукта. Это была кофейня второй волны. И она помогла превратить компанию из Сиэтла в гиганта стоимостью 100 миллиардов долларов. Ну, сейчас тоже еще различные кофейные компании пытаются выйти на рынок. Но мне кажется, Starbucks сложно кому-то победить. И еще раз говорю, что размеры заведения в Нью-Йорке вмещают почти 600 человек одновременно. И это стало одной из самых посещаемых мест в нашем городе. Еще раз говорю, что там специальная машина, которая обжаривает зерна. Тут же, как в самолете, как меняется табло, быстренько скачут названия сортов кофе. Ну, в общем, здесь чувствуется, что кофе это не ремесло, а это скорее такой перформанс. И если вы ценитель кофе, то здесь вам обязательно понравится. Добавьте еще раз говорю, белли с абрикосовой сиропа или даже вяленую говядину. Такое здесь тоже бывает, но цены, цены кусаются. И все-таки я считаю, что сюда прийти нужно. И, между прочим, в сувенирном магазине продаются Starbucks вот эти русалочки дорогие. Но не продаются, самая дорогая русалка стоит 4,5 тысячи долларов. Здесь они не продаются. Но кто собирает вот такие вещи у коллекционеров, вот они очень быстро раскупаются. Поэтому угол 14 недалеко от Highline. Тут же вы можете подняться на Highline. Так что, если вдруг приехали родственники и не хотите платить за экскурсию, вот вам бесплатно мой совет. Chelsea Market Must, Roster Reserve Starbucks Must. И тут же у вас появляется еще и замечательный выход на Highline. И вы приходите к архитектуре будущего. А именно вот к замечательному Wessel. Wessel и Hudson Yards. Все это безумно красиво и поражает воображение не только туриста, но и человека, который живет в нашем городе. Сейчас я хочу вам посоветовать музей. Музей Уитни, где совершенно чудесный, помимо картин, закат. И люди говорят, дорого. Сейчас посмотрите, сколько яйца в магазине стоит, а вы хотите в музей. Но все, что называется, было бы желание. Есть желание, есть желание. Тогда можно всякие причины убрать. Например, нет денег. Музей Уитни и другие музеи. Музей Уитни, по-моему, делает это по пятницам. Проверьте на сайте музея. В пятницу вечером вы можете прийти абсолютно бесплатно, полюбоваться закатом, полюбоваться картинами. И еще раз говорю, тут у нас и Little Island, о котором я тоже вам сегодня буду рассказывать. И самое главное, но еще раз говорю, перекусить действительно можно. И в знаменитой кофейне Starbucks на 14 улице. Но все-таки имейте в виду, что цены несколько кусаются. Тот же кофе будет в два раза, а то и в три стоит дороже, чем в любой другой кофейне Starbucks. Ну и оборот у них в три раза больше, кстати, несмотря на нерасторопность персонала. И пицца везде, ну где-то 4 доллара кусочек. Хотя экономисты нам говорили, что цена не меняется, что всегда будет доллар. Нет, не доллар, 4 доллара. А здесь это будет стоить 850. В Чикаго такая, точно такая же кофейня есть, такая же огромная. Вернее, даже больше намного. Но еще раз говорю, наверное, нам все-таки милей наша. Нью-Йоркская. И огромное количество коктейлей. Вот в подвале расположены туалеты. Ну и здесь удивительный камин. В общем, действительно очень красиво, уютно. И проходят различные тестинги. Ну а я вас приглашаю в музей Уитни, о котором мы еще с вами не говорили. Действительно, это коллекция крупных меценатов США. Одно из лучших в мире учреждений искусства 20 века. И мы сегодня с вами гуляем все в районе Хайлайн и Челси Маркет. Здесь коллекция современного искусства. Эдвард Хоппер, Энди Орхол, Джейкоб Лоуренс. И современный дизайн музея. Это всемирно известный архитектор Рензо Пиано. И еще раз говорю, панорамный вид на город с открытых балконных террас музея. Это стоит того, чтобы хоть раз сюда прийти. И поэтому я вас, скажем так, настоятельно приглашаю именно сюда, именно в этот музей. Но особенно, если вы уже подкрепились и выпили кофе в кофейне. Вандербилды. Все начиналось с вандербилдов. О них я вам уже рассказывала. Но не грех повторить. Вандербилды принадлежат к мощнейшим и старейшим династиям промышленников США. Патриарх семьи Корнелиус Вандербилд, который родился в 1794 году, сделал свой капитал на строительстве пароходов и железных дорог. К тому же он очень успешно играл на бирже и вскоре стал одним из самых богатейших людей страны. Одна из его дочерей, Гертруда, известная как очень активная, страстная натура, вот она в 1896 году вышла за Гарри Пейна Уитни, который также происходил из очень богатой семьи предпринимателей. Как говорил один мой знакомый, в этой стране деньги, ну, скажем так, спят с деньгами. У него была более такая нецензурная поговорка. Но я вот так ее немножко прикультурила. Так вот, в период кризиса, который европейский, который начался в 1901 году, то Гертруда вдруг обнаружила в себе интерес к изобразительному искусству и начала коллекционировать произведения живописи. Как вы уже услышали, в замужестве ее фамилия стала Уитни. В 1931 году, за 11 лет до смерти, она подарила все свои художественные сокровища основанному ей же музею, который и был назван ему ее именем. Правильно и сделали ли? Несмотря на то, что поначалу скудный бюджет музея был достаточно, он, тем не менее, кураторы постоянно приобретали новые произведения. Позже к меценатам присоединились и другие предприниматели, такие как Рокфеллер, Херст, Лаудер. И в настоящее время у музея самая крупная коллекция современного американского искусства. Картины, скульптуры, графика, фотографии, всего 12 тысяч работ. Музей был расположен на Мэдисон-Эвене, недалеко от Центрального парка. Но вот в настоящее было построено здание в 1966 году по проекту архитектора Марселя Брейера, мастера из Ди Сау, который эмигрировал в Америку из Германии в 1934 году. Но вот уже пристройка была создана под руководством архитектора Ренза Пиано, который вместе с Ричардом Роджерсом строил Центр Помпиду в Париже и ряд многих других крупных музеев. Очень мне нравится это здание. Ну а с абстрактных картин Джексона Поллока и Вилла Мадекунинга начинает распространяться по всему миру зародившееся именно у нас в США направление абстрактного экспрессионизма. Ему последовали такие выдающиеся мастера поп-арта, как Рон Лихтенштейн, Эклесс Альденбург и, конечно же, всем известный Энди Уорхол. После этого все новаторство в изобразительном искусстве приходилось из Америки и поддерживалось известными владельцами галерей именно в Манхэттене. Мировая столица изобразительного искусства в течение последних трех-пяти столетий переместилась из Парижа, да-да, в Нью-Йорк. И абстрактный экспрессионизм у Парта стали распространяться и за пределами США. Популярность приобрели и такие художники, как Джорджио Кифф, чьи картины с изображением цветов или пейзажи очень напоминают индейское или азиатское искусство. Или Эдвард Хоппер, творческий стиль которого напоминает, он развивался из газетных иллюстраций и показывает, прежде всего, призван показать одиночество человека в современном большом городе. Музей Уитни имеет в своей коллекции выдающиеся произведения этих художников, ну а также других представителей поп-арта. Аршила Горки, Марка Ротко, Фрэнка Стеллы, Барнеттон Юмана. Способность страны принимать переселенцев и предоставлять им возможности интеграции до такой степени, чтобы они стали американцами не только по паспорту, но и по духу проявляются, конечно же, и в изобразительном искусстве. И особое место в музее занимает Александр Колдер, художник, скульптор, график, который родился в 1898 году в Пенсильвании. Он работал инженером, а потом решил посвятить себя изобразительному искусству. После 1926 года он 7 лет прожил в Париже, общался с Хуаном Мира, Питом Мандрианом и у них научился простоте формы и унаследовал склонность к сюрреализму. Он начал экспериментировать с механикой и сконструировал свои модели, движущиеся инсталляции, которые сделали его знаменитым на весь мир. Обязательно посмотрите его работы. Как я уже сказала, до 2015 года музей был расположен по адресу 945 Мэдисон на 75-е. И вот в 2015 году музей переехал в новое помещение на Манхэттене, пересечение улиц Генсфорд и Вашингтон. Это район Мид Пакин-Дистрикт, недалеко от тех достопримечательностей, о которых я вам уже рассказывала, и замечательный Рензо Пиано. Все это сделал. Строительство шло 5 лет с 2010 по 2015 год и обошлось городу в 422 миллиона долларов. Каждые два года Уитни организует биеннали у Уитни, на которых можно ознакомиться с новейшими современными достижениями современного американского искусства. Ну и тут же мы с вами переходим в район Мид Пакин-Дистрикт, о котором я вам уже рассказывала много раз, как наш замечательный мэр, бывший уже мэр Джулиани, сделал, что из этого района, какой маркетинговый ход он применил. Ну и сейчас хочу еще в оставшееся время успеть вам рассказать о светской львице, кутюрье, принцессе Диане фон Фюрстенберг, которая не только создала платье-халат, которая не только создала очень такие платья, которые как песочные часы подир показывают фигуру женщины, но еще и умудрилась вместе со своим мужем подарить замечательный Little Island нашему городу. Да-да, именно так, платье с запахом, кто-то его называет платье-халат, кто-то платье с запахом, но именно ее модель в 70-х годах XX века оценили женщины, и это принесло ей первый миллион. Во время замужества Диана стала настоящей светской львицей. Ни одно значимое мероприятие не обходилось без ее присутствия. Ее светлости принцессы, так ее прозвали, пестрели фотографии с Ив Севом Сен-Лораном и Энди Уорхолом, а в студии 54 ее неоднократно замечали в обществе скандальные иконы стиля Бьянки Джаггер, жены солиста The Rolling Stones. Страстная поклонница эпатажа, Бьянка Джаггер обожала эксцентричные выходки, модные эксперименты и таких же нестандартных, интересных подруг. Казалось, все, о чем можно мечтать, у Дианы было. Удачное замужество, деньги, рекой, обожавший ее муж-миллионер, светские тусовки, яркая жизнь, легкая жизнь в окружении знаменитостей. Ей или дочери, бывшей заключенной Освенцима, не радоваться удаче. Но именно это обстоятельство, похоже, и удержало ее на плаву. Всю свою жизнь Диана искала смысла и мечтала быть по-настоящему ценной. Титул и богатство не сделала ее действительно счастливой, и она отправилась на поиски своего предназначения. Увлеченная модой, она много рисовала, придумывала фасоны женских платьев, создавала целые образы на бумаге. И вот пошла наниматься в ВОК. Главный редактор талант и порыв оценила, и первая коллекция Дианы имела такой успех, что она сразу открыла собственное дело. Ну, где-то успех, а вот в личной жизни к тому времени отношения с мужем совсем разладились. Нет, никаких громких сцен, просто их пути разошлись. Принц Эгон был увлечен своей работой, Дианы своей, детьми занимались няни, и пересечения между супругами не было. Даже после официального развода, который произошел только через 10 лет, принц Эгон, именно так звали первого мужа, продолжал ежегодно преподносить подарки бывшей жене. А каждая годовщина отмечалась дорогой и значимой вещицей. Явно принц оценил этот брак. Ну, а Диана продолжала творить, творить, творить. И вот знаменитое платье, рэп-дресс. Вот была идея, она ее доработала. Сначала отмахнулась, а потом раз, и эта коллекция стала для людей глотком свежего воздуха на фоне надоевших сарафанов с бесконечным количеством свежего воздуха, количеством пуговиц. Это стало действительно глотком свежего воздуха, простите. Платье, которое идеально сидит на любой фигуре, превращая силуэт женщины в песочные часы. Ну, а почему бы не сандалии на плоской подошве и нитки жемчужных бус? Прекрасно даже днем. Добро пожаловать на светское мероприятие, но неизменно здесь одно, то самое платье. И оно остается классикой, несмотря на то, что уже прошло почти 50 лет с его создания. После первого же показа в магазин поступило более 20 тысяч экземпляров. Все распродали в считанные дни, и Диана стала миллионершей, основала свой бренд DVF. Правда, жизнь преподнесла ей сюрприз, порой неприятные. В 45 лет она узнала об онкологии, впала в депрессию и закончила творческую карьеру на самом пике. Но потом решила, что не может болезнью победить. Ярким маячком всю жизнь ее обесвещали маминой слова, которая выжила в Освенциме. Страх – это худший выбор. Мама знала, что, говорит, в 90-х Диана фон Фурстернберг вернулась в мир воды и возродила свой бренд. Она создала массу вариантов на тему самого узнаваемого своего платья. В начале 2000-х она вновь выходит замуж за богача, американского медиамагната Барри Диллера, с которым она встречалась почти всю свою жизнь после развода. На помолвку немолодой уже жених подарил своей избраннице не одно, а 26 колец по одному на каждый год их отношений. Сейчас ей 76 лет, она по праву считается одной из самых успешных и жизнелюбивых кутюрье. Ее дети Александра и Татьяна пошли разными путями, но оба поддерживают мать, и рецепт счастья от нее – это сила воли, желание жить и маленькая капля везения, помноженная на прочность характера. Кстати, ее доходы от 100 до 200 миллионов долларов в год. В районе Мидпакин-дистрикт вы можете зайти в ее, такой там стоит двухэтажный, очень интересный дом, и в этом доме на первом этаже ее галерея, ее бутик, а на втором живет она сама. И вот именно ее муж и она подарили городу от бизнесмена Барри Диллера и его жены Дианы фон Фюрстенберг маленький остров Little Island стоимостью 260 миллионов долларов. На этом маленьком острове расположены газоны, смотровые площадки, внушительный амфитеатр. Да, стоимость – 260 миллионов долларов. Вот так вот. Пешеходные дорожки, здесь проходят концерты, здесь есть кафе. На пике своей популярности 54-й пирс был местом проведения концертов и других мероприятий. А потом все как-то пришлось закрыть. И тогда руководство парка обратилось за помощью мужу Дианы, Барри Диллеру, а разработкой уникальной концепции искусственного острова стал заниматься британский дизайнер Томас Хезервик, тот же, который нам подарил Уэссел в комплексе Hudson Yards. И та концепция, которую предложили, она немножко поменяли ее. Ну, я думаю, что все вы видите эти 132 площадки чаши в форме тюльпанов. Ну, кому-то напоминают чесночные вот эти дольки, но это кому что, как говорится, напоминает. Тут же это кто-то говорит, вот туристы говорят, какая страшная арка. Сюда должен был приплыть Титаник, а приплыло судно Карпатия, и вот только треть пассажиров на нем приплыли, поэтому решили эту арку оставить. А кто такой Барри Диллер? Это глава компании до 1984 года Paramount Pictures. Это председатель компании Expedia. По-моему, и Тиндер это тоже его. Также он продюсирует бродвейские шоу. Ну, ты женат на нашей принцессе. Так что здесь же замечательный вид на гудзоны. Джерси-сити из парка. Вход в парк с 6 до 12 свободный, а вот с 12 до часу ночи уже нужно забронировать билет. Ну, и руководство просит, чтобы заранее вы приходили. Вот сегодня в этом прекрасном районе мы с вами погуляли. High Line, Midpacking District, Chelsea Market. Отправляйтесь на прогулку, обязательно исследуйте Нью-Йорк. Но в нашем метро стало грязно и небезопасно. Есть великолепные автобусы, так называемые экспрессы. Будет чуть-чуть дорога подороже, но все равно это стоит того, потому что вы, как бы подъезжая к Манхэттену, уже будете готовиться к своей экскурсии, которую запланировали для себя сами. И вообще, кто-то уезжает из этого города, кто-то говорит, что он самый грязный город и так далее, и тому подобное. Но истинно проста. Стакан или наполовину колон, или наполовину куст. Я думаю, что в нашем с вами случае мы с вами неисправимые оптимисты, плюс действительно страстные любители этого города. Поэтому выбирайтесь. Выбирайтесь в выходные или в любой другой день в Манхэттен и открывайте для себя этот удивительный город, который называют столицей мира. А я прощаюсь с вами до следующей передачи. Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова